Я хотел бы первое начать с того, что по населению он немножко маловат. Это у нас с Валерием Никитичем буквально за час определили, что я к вам сегодня приду. Население, правда, у нас составляет 42,5 миллиона человек, но 13-й докризисный год 45,5 миллионов человек, минус 3 миллиона. Но Крым и Севастополь это 2 миллиона человек. Но миллион-то мы потеряли живыми людьми за 3 года. Мы потеряли миллион. Это только официальные данные. То, что мы с вами говорили, не учитывая перепись населения и так далее. Исходя из заявленной тематики, я хотел бы обратить внимание все-таки на место Украины в мире, более глобальные аспекты, которые отражаются в ВВП, в экспорте и в том, что мы из себя представляем на внешней экономической арене. И первое, что я хотел бы сказать, Украина, согласно выступлению многих европейских чиновников, сошла с повестки дня, мировой повестки дня. Это объективно. Сегодняшний саммит, буквально новость последнего часа, попросил президент Порошенко очередной кредит от Европейского Союза, помощь, как он это называет, и нам отказали. Сказали, что нужно заниматься реформами, коррупцией и так далее. Эту позицию и оценку реформ в Украине, если же говорить не о наших чиновниках, которые хвалят, и президент, и премьер. Валерий Никитич говорил, что у нас просхваливают и децентрализацию, и все остальное в мире. И Ян Тамбинский, это бывший посол ЕС, очень жестко недавно прошелся по этому. И Хьюг Мингарелли, нынешний представитель ЕС, это люди, которые непосредственно за это отвечают. И вот недавно был эфир в этой студии, где Юрий Иванович Загородний, Ирина Обря, они как раз давали оценку этим вопросам происходящему. Поэтому в данном случае оценка на внешнеполитическое и экономическое процессы в Украине, она негативная. В корне ее оценивают негативно. Все понимают, куда они дают деньги и где она на выходе получается. Что касается того, что вы говорили, сказал Леонид Данилович Кучма, что у нас Украина сырьевой придаток. Есть вот нижний слайд, серый и желтенький показатели. Это у нас идет структура товарной экспорта Украины в 2017 году. И у нас получается около 70% экспорта, это сырье, 45% аграрное сырье, 22,5% это сырье металлургийного комплекса. 9% машиностроение экспорт, химическая продукция 3%. Все остальное там еще мелочь, идут сфера услуг небольшая и так далее. 70% это сырьевая направленность экспорта, вот что мы имеем на сегодняшний день. И, к сожалению, тенденция с каждым годом идет к худшему. Если мы в 2011 году там пик был, мы имели там только 20% АПК, а высокоразвитый машиностроительный комплекс, промышленный комплекс, это в экспорте, я говорил. То на сегодняшний день мы имеем негативные результаты. Чему это приводит, вы говорили, до индустриализации. И правда, не имея рынков сбыта продукции, мы в 2013 году об этом предупреждали, объехали все регионы. Виктор Владимирович об этом тоже говорил. Мы получили падение экспорта, очень сильное падение экспорта. И у нас Украина на сегодняшний день, сейчас я открою тоже этот слайд, потеряла более чем в два раза в экспорте товаров и услуг. Если мы экспортировали в 2013 году на сумму 63 миллиарда, то в 2016 уже 36, почти в два раза. Вот мы недополучаем. Это живыми деньгами, те, которые приходили, и то, что мы на сегодняшний день имеем. Соглашение об ассоциации тоже имеет место в интеграционный аспект Украины на внешнеполитической и внешнеэкономической арене. Нам говорили, что мы получим новые условия, новые рынки сбыта, мы получим замещение рынков российских за счет европейских. В итоге что мы получили? В Европейский Союз, если мы экспортировали в 2013 году товаров на сумму 16,7 миллиарда, то по итогам 2016 года эта сумма равняется 13,5 миллиарда. То есть мы потеряли более 3 миллиардов, 3,2 миллиарда долларов экспорта за счет дополнительных возможностей, за счет дополнительных преференций, в кавычках я имею в виду преференций, квот жестких, которые есть, там 36 квот на экспорт АПК и так далее. Поэтому в этом и есть весь смысл внешнеполитических и внешнеэкономических, я бы сказал, поражений Украины. И вот очень интересный тезис, я вот когда шел, еще записал, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом – это главное поражение в нынешней власти на внешнеэкономической и внешнеполитической арене. Потому что те потери, которые мы получили и на европейском рынке, а мы более 20 миллиардов в год теперь теряем экспорта только от страны Евразийского экономического союза, эти расчеты у нас есть. Есть, к примеру, вот тоже, 13-й год, 19,4, почти 20 миллиардов мы экспортировали и получали живыми деньгами, у нас работала промышленность, получали рабочие эти деньги. В 16-м году мы всего лишь получили на 5 миллиардов. 5 миллиардов у нас экспорт. Соответственно, мы потеряли более 15, это ежегодные потери, то есть в год мы недополучаем 15 миллиардов. Ни одна программа кредитования МВФ в год нам таких денег не дает. Если нам даже и обещали 15 миллиардов, то это идут деньги порядка до 5 лет, и то их надо отдавать с еще более высокими процентами. Тоже один интересный фактор, это уровень госдолга. Госдолг у нас в Украине таков, что каждый из нас, мы у нас в отделении экономики посчитали, 45 тысяч гривен приходится на одного украинца, а 115 тысяч гривен на одного работающего украинца. У нас заняты в экономике порядка 18 миллионов из 42,5, это у нас еще здесь есть и пенсионеры, 12 миллионов, и студенты, и так далее. Заняты в экономике только 18 миллионов человек. Поэтому вот эти 18 миллионов, которые реально работают, и могут их отдать, им надо по 115 тысяч гривен. Это на сегодняшний момент, по сегодняшнему курсу. Если у нас гривна будет валиться, что вполне очевидно, то не исключено, что мы будем и по 200 тысяч отдавать, и больше. Поэтому, ну, это же общий воздолг, и государство обязуется его вернуть. Очень много говорилось сегодня о социальном аспекте, и в контексте этого Украина тоже очень сильно проигрывает на мировой арене. Украина за три года имеет в мире первое место по уровню инфляции, по индексу роста цен, там трехкратные цифры, по падению реальных доходов населения тоже первое место в мире, и первое место по, сейчас сформулирую правильно, по увеличению количества людей, проживающих за чертой бедности, которых уже на сегодняшний день, согласно подсчетам и ООН, и институтов, около 80%. Что мы имеем? У нас гривна валилась в 3,5 раза, существенно выросли цены, у нас инфляция за 20% была, один год было 43%, в этом году мы уже имеем 8% инфляции, в первом полугодии это будет еще больше, это только официальные данные, мы же с вами понимаем, как цены растут, есть реальная жизнь, статистика, как мы любим у нас говорить, поэтому даже официальные данные свидетельствуют о том, что в Украине хуже всего на мировой площадке ухудшается уровень жизни. Покупательная способность какова? Что у нас каждый человек, мы тоже считали, у нас эти цифры есть, для того, чтобы оплатить коммунальные тарифы, например, на минимальную заработную плату, ему не хватит, чтобы оплатить, например, в 2- или в 3-комнатные проживающие без субсидий, за 1-комнатные он ровно отдаст все те деньги, которые он получил, проживающие в 2- в 3-комнатной квартире, там, чтобы оплатить с минимальной пенсии, тоже там фактически нужна субсидия, в том числе для того, чтобы покрыть, то есть, ну, человек будет должен, отдаст всю пенсию, будет еще должен, такие у нас тарифы. Кстати, по тарифам, очень многие любят спекулировать этими данными, мы тоже взяли, посчитали, Виктор Владимирович инициировал этот вопрос, у нас тариф на газ вырос в Украине в 9,5 раз в сравнении с 2013 годом, тариф на отопление вырос в 11,3 раза, помните, какие-то когда-то коммунальные были, ну, гривен 200 платили, кто 100, кто может 300, ну, от силы были, там, небольшие. Ну, вот, к примеру, по заработным платам, то, что мы с вами говорили, тарифы хорошо, что сравнивают, а вот заработные платы, у нас, если в 2013 году заработная плата минимальная была 152 доллара, то в 16-м году она упала до 62 долларов, то есть в 3 раза. Сегодня она у нас 3200, но на руки получается где-то 500. А это уровень счеты, 2 доллара в день? Да, да, да. Все правильно. В нынешнем году уже ее подняли до 120 долларов, но это очень такое временное явление. По пенсии ситуация хуже еще. Если она была тоже около 150 долларов в 13-м году, то сейчас менее 50 она там гуляет в зависимости от курса доллара. Представьте, это минимальные пенсии, которые получают большое количество людей и от которых рассчитываются все показатели. Есть 150, а тут 50, а не 150. Нет, тогда было 150, а сейчас 50, порядка 50 долларов. Если 8 было, да. Потом по среднемесячной заработной плате, у нас же люди по-разному зарабатывают и так далее, тоже есть официальные показатели, которые подсчитывают. Было 408 долларов в 13-м году, сейчас 246. Почти в 2 раза падение, это объективные данные, они, которые свидетельствуют по падению, снижению уровня покупательной способности. Да, но цены-то у нас другие, у нас есть импорт, значительные большие объемы, выросли объемы импорта именно сельскохозяйственной продукцией, которую потребляют обычные потребители. Мы, получается, экспортируем зерно, оттуда получаем спагетти, и их покупаем, потребляем. Прибаночные стоимости встают сюда. Совершенно правильно говорить. Еще один момент. Известный профессор Эрик Райтнер, который приезжал сюда, я тоже бывал на Киевском экономическом форуме, с ним общался, задавал тоже вопросы, дискутировали по экспорту. Говорит, чего вы тогда поддерживаете соглашение об ассоциации? Он мне говорит, вам надо экспортировать не зерно, а макароны. Вот этот пример как раз, что вы должны не итальянцам создавать добавочную стоимость, а не зерно. Я говорю, так чего поддерживаете соглашение об ассоциации в части зоны свободной торговли, которая нам не дает этого делать? Поэтому в данном случае, подводя итоги, не задерживаясь с учетом длительности докладов предыдущих, я хотел бы сказать, что Украина на международной арене в экономическом плане, во внешнеэкономическом, выглядит значительно плохо. На сегодняшний день какие есть альтернативы? Даже себе тоже забежал, пометил тезис, что сделать Украину великой на сегодня может только Виктор Медведчук. Объясню почему. Потому что он предлагает принципиально иную интеграционную и внешнеэкономическую политику. Не потому, что мы с этим человеком там где-то работаем, как-то на него сотрудничаем или так далее. Есть здравая оценка того, что происходит и какие есть сценарии развития. Но что мы будем? Давайте есть два варианта. Или разрывать связи с Россией, сокращать экспорт до нуля и в ЕС, собственно говоря, иметь то, что мы имеем, или в лучшем случае потихоньку тоже снижать. Или же наоборот, выходить на рынки БРИКС, Евразийского экономического союза, СНГ, ШОС и так далее. Евразийский рынок, он перспективен, он нам несет технологическую недеградацию, технологическое развитие. Инновационный путь развития, то, о чем говорит высокотехнологичное промышленное производство, то, о чем говорил, кстати, Кучма на том форуме не так давно, о том, что Украина становится с ревьем-придатком. Почему она им становится? Да потому, что у нас сократился экспорт высокотехнологичного производства. Самолеты, ракетостроение, судостроение и другие, приборостроение и другие сектора экономики. Тоже очень еще один интересный момент. Вот вчера мы с Василием Ивановичем Немченко как раз обсуждали, готовил исследование по оттоку интеллектуального капитала. Так вот, у нас количество кандидатов и докторов наук в Украине в сравнении с 2013 годом сократилось со 180 тысяч, там 182 было или как, до 90 почти. У нас интеллектуальный, ну, отток мозгов, так еще называется терминология. Терминология. И в целом страны движутся вперед. Мы же деградируем по всем показателям и более двух, а то и трех десятков международных рейтингов это подтверждают. Мы и по конкурентоспособности, и по глобальным индексам всеми и так далее мы снижаемся. Поэтому в данном случае на сегодняшний день нужна принципиально другая внешнеэкономическая политика, которая во многом определит и внутриэкономическую политику, и, безусловно, инновационная модель развития, которая, собственно говоря, и предусматривает евразийский вектор экономической интеграции Украины. Альтернативы? Ну, мы внутри, конечно, можем как-то это сделать. Свободные экономические зоны еще как-то, но без внешних рынков. Мир ведь сегодня, экономика глобализирована наша, в том числе и весь мир так работает, что мы, закрываясь и консервируясь и себя, мы дальше не пойдем. Поэтому предложение такое, оно, может быть, имеет место к обсуждению. Можно по-разному подходить к политике и многовекторности, мы когда-то с вами тоже это обсуждали, и другие аспекты. Но то, что мы без евразийского экономического рынка не денемся никуда и дальше двигаться не сможем, это факт. У нас ВВП сократился со 180 миллиардов до 93 миллиардов. 183, 93. Два раза. В долларах США. Хотя у нас номинально ВВП растет там на 2,3%. Ну это вы от нуля там берете. В зависимости, да. Я же к чему веду? До кризиса на 2013 году. Для того, чтобы вернуться на 2013 год, нам необходимо еще 90 миллиардов долларов этих деньгами живыми взять. Где их можно взять? Можно взять часть за счет того, что зарабатывать на внешних рынках. Оно даст эффекта для того, мультипликативный, чтобы работать внутри экономики Украины. Поэтому или так, или так, как есть. Но при сегодняшней политике, которую проводят наши ввы, для того, это невозможно, потому что должна измениться тогда курс, политический курс. Это обязательно. Это обязательное условие. Это перевыборы и президентские, и парламентские. Но самое главное, если переизберут, вопрос же не в смене выбора, и в смене власти, а именно концептуальных подходов. Поэтому в данном случае Виктор Владимирович почему и предлагает альтернативу. И я вот тоже для себя пометил, хотел бы подытожить, что украинцев, желающих жить лучше и строить успешную страну, может быть только один лидер. Ну, собственно говоря, он наш. Мы стараемся обеспечивать и всеми программными документами, и мы все, как команда Виктора Медведчука, движемся в этом направлении для того, чтобы и давать альтернативу, и предлагать ее, и чтобы ее слышали, а не просто вот здесь она была, и выходили все-таки на внешние рынки. Для этого делаются и англоязычные материалы, для этого делаются и в соцсетях мы работаем. Нас блокируют, как, собственно говоря, сегодня там один из аккаунтов в Фейсбуке заблокировали нашего экономического блока. Поэтому есть такие моменты, но в данном случае мы все равно пытаемся где-то выходить и двигаться дальше.